Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Да, доброе утро еще раз. Симон Стернс на студии, представитель управления Гетлина ЭКО. Может быть, такой первый вопрос. Как вы оцениваете эту ситуацию, прямо скажем, сложную, которая возникла в связи с новым конкурсом на вывоз мусора? В конце сентября уже должны были быть заключены новые договора, и вот эта компания Тиррига должна была начать реализацию этого договора 20-летнего на вывоз мусора. Сейчас сложилась какая-то такая совершенно непонятная, может быть, в какой-то степени такая тупиковая ситуация, абсурдная, как вы успели сказать до начала передачи. Как вы это оцениваете? Ну, чтобы оценить эту ситуацию, надо немножко возвратиться в историю. История, ну, довольно долгая и интересная. 2014 год. В Риге работают 5 операторов, у которых длинные договора. И в той ситуации Конституционный суд принял решение все эти договора ликвидировать. Хотя они были на длительный срок тоже, да? Вот один из причин, почему их ликвидировали, это длительный срок. Вот. И с этого момента Рига начинает искать модели. В Риге работает, на данный момент работало 4 оператора. И ситуация была довольно абсурдная, когда все жители Риги платят абсолютно разные деньги и разные договора у них. Те, которые заключались раньше, цена намного меньше, чем те, которые заключались в последнее время. И Рига начинает наводить порядок в этом смысле, выбирает в течение двух, даже трех лет, выбирает новую модель. И это модель PPP, где частная структура вместе с управлением решает эту проблему. Значит, эта дорога была довольно длинная. Эта дорога должна была пройти все согласования, все инстанции. Это Министерство среды регионального развития, это Министерство финансов, это ЦФЛА, это ИУП. Ну и в результате, три месяца назад, заключается договор с частной компанией о работе в Риге. Ну, на основании тендеров. Конечно, конечно, международного при том. И это не было где-то как-то непонятно и секретно, это все было публично, видно. Вот, заключается договор, где, в отличие от всех остальных моделей, в самом процессе участвует самоуправление. Оно участвует в виде Гейтли-Неку, которая имеет право ставить своего человека в правление и в совет по вопросу непосредственной контроля. Перед этим проходится Министерство финансов, утверждается техническое и экономическое обоснование. То есть, все это длительный процесс? Абсолютно. Это не то, что для правительства было что-то, ну, не для правительства, а вообще для министерства, что это было вообще невероятное и неизвестное. Это даже моя мама в раз окна знала, что это происходит. Вот. И, значит, три месяца, в течение трех месяцев надо начинать работать. Это 15 сентября. Значит, после заключения договора с частной юридической компанией, все старые договора ликвидируются. И в течение трех месяцев надо заключить новый. Вот 15 сентября должны быть, были заключены договора и надо было начинать работать. Но, как видите, сейчас ситуация довольно интересная, юридически интересная, что на данный момент Бюро по конкуренции приостановило действия этого договора и заявило, что новых не будет, а старые в силе. Хотя это довольно абсурдно. Я не юрист, но абсурд тот, что по нашему законодательству в тот момент, как заключается ПИПП, все остальное ликвидируется. Ну, я не знаю, каким образом сейчас чисто юридически этот вопрос решить. Ну, нас слушают не только рижане, но, может быть, даже и жители столицы не все в курсе. Немножко веду в контекст, о чем идет речь, что мы сразу так в карьер. По итогам муниципального конкурса, вот в ближайшие 20 лет, отходы в Риге должна была вывозить одна компания, согласно конкурсу Ты Рига. Эта компания состоит из муниципального предприятия Гэтлини Эко. Вот у нас представители ее в студии Иммон Стыренс, а также двух частных партнеров Клин Эр и Эко Балтиавиды. И в июле Совет по конкуренции возбудил дело в отношении Рижской думы Гэтлини Эко в связи с лопотреблением, так называемым доминирующим положением, то есть монополией фактически вашей. А вчера вот буквально стало известно, что Совет по конкуренции не разрешил компании Трига заключать договоры с рижанами о вывозе мусора. Вот все упреки Совета по конкуренции вы отрицаете? Собираетесь ли вы подавать иск, обжаловать это решение? Пока еще юридического решения нету на данный момент, но... Письменный форум еще не пришел. Ну сегодня, наверное, на брифинге будет официальное заявление. Да, но видите, тут ситуация довольно интересная. Значит, Министерство по конкуренции инкриминирует Рижской думе и предприятию Гэтлини Эко 102 панц. Это пункт? Да, или статью. Статью договора от 1992 года о создании Евросоюза о ограничении свободного движения денег, капитала и рабочей силы. Ну, довольно интересно, потому что эта статья, она может применяться к странам, когда одна страна, скажем так, ограничивает другое. Но если, скажем, предприятие Гэтлини Эко имеет такую силу, что оно может повлиять на договор о создании Евросоюза, ну, довольно абсурдная ситуация. Поэтому, я так понимаю, вы сказали в самом начале, что это был международный конкурс, могли иностранные компании участвовать? Они участвовали, скажем так, один из претендентов шел вместе с немцами. Конечно, могли. Этот конкурс был объявлен на Евросоюзе, на ИМС Майслапе. Да, он не был локальным, он был международным. Вот один из таких главных упреков, который звучал, кстати, в нашем эфире из уст госпожи Абрамы, это руководитель Совета по конкуренции, что вот слишком большой срок, 20 лет создается монопольное положение, и вот другие компании, вот даже если захотят, вот 20 лет, они должны, ну, фактически забыть о Латвии. Вот, может быть, несколько слов об этом. Два фактора. Ну, во-первых, когда конкурс проводился, эти 20 лет не были просто выдуманы, это было техническое и экономическое обоснование, почему 20, а не почему 10 или 25. Закон ОПИПИ дает возможность и 30 лет это делать. 30 лет это законе о государстве частной партнерства, да, вот так хорошо проводится. И второй момент, это, вы знаете, вот, я не знаю, я покупаю машину, у меня лизинг 5 лет, сумма в месяц, платеж определенный. Да. Или лизинг на 10 лет, на 15 лет. Так вы платите условно на ГАИ 500 евро, а так вы будете платить там 250. Да, просто для населения и для жителя Риги оптимальный вариант, чтобы влияние на бюджет жителя, на его кошелек было бы оптимальным. Потому что до этого, понимаете, Рига занималась, и Латвия занималась просто, скажем так, перевозом с точки А. Мусор из Риги привозился в точку Б. На полегон. Да. И вот все издержки это просто такси. А сейчас проблема в следующем. Есть три момента, которые уже не разрешают это делать. Так, 20-й год, это должно быть переработано 65% от объема 95-го года биологии. Второй момент, 2025-й год, 50% мусора, который собирается, скажем, в Риге, должен быть сортирован. И 1935-й год, это только 10% от объема всего мусора, который производится на территории города Риги, можно захоронять на полигоне. Это вообще требования Европейского Союза, да? Чтобы было понятно, если мы в 2021 году не будем перерабатывать этот объем биологии, то с 2022 года теоретически штрафные санкции в день, это где-то 450 тысяч евро, государство будет платить. Государство за невыполнение. И мы платим штраф, это не значит, что мы можем этого не делать. Все равно Евросоюз заставит это сделать. И вот с достижения этих целей, чтобы достичь этих целей, и появляется этот прирост тарифов. Это уже не такси, это уже определенные цели, которые параллельно перевозкой должны быть достигнуты. Но Совет по конкуренции вас еще критикует также за то, что вы сами сказали, что система разрабатывалась давно, но договор между Гатлинией ЭКО и Терига произошел вот только этой весной. Это один из пунктов, на которые ссылается в том числе Совет по конкуренции. Еще раз. Этой весной мы заключили, да, три месяца назад, заключен договор. Да, да, да. То есть почему так поздно? Хотя, я так понимаю, год назад вы получали рекомендации от Совета по конкуренции, который говорил, что нежелательно, чтобы на 20 лет одна компания занималась вывозом отходов в столице. Таких рекомендаций никогда и нигде не было. Никогда и нигде не было. Вот такой вопрос, который звучит очень часто в звонках наших радиослушателей, понятно, что люди беспокоены, когда любое повышение происходит, там, каких-то тарифов. Насколько, на вас взгляд, все-таки вот эта цена за вывоз мусора, ну, она отвечает, как бы, вот, вообще реальность. Чтобы, если мы говорим о реальности и достижении цели, то я сомневаюсь, что за такие деньги это можно достичь. Потому что, видите, тут есть один нюанс по мусору. Требования в Евросоюзе во всех странах одинаковые. И экологические, и эти достижения целей. Но, скажем, если средняя семья в Евросоюзе платит 450-500 евро в год из четырех человек за мусор, то я думаю, что, ну, вряд ли каждый второй скажет, сколько он за мусор платит. Из-за того, что этот платеж, по сравнению с газом, электричеством, где уже цены европейские... Другие платежи отоплением, да. Да. Люди даже не знают, сколько они платят за мусор. А этот платеж в три-четыре раза меньше, чем в Евросоюзе. Конечно, можно сказать, что у нас зарплата меньше. Но пропорция, если у нас средняя зарплата в Риге уже, не знаю, 1200, плюс Аэнус Экторс, еще процентов 30, да. То есть 1500, то, ну, Европа это 3000. А разница пропорции в мусоре это 4-5 раз. Вот такой может быть вопрос, не знаю, технический, юридический. Вот могло, допустим, Гетельный ЭКО, как муниципальный предприятий, не участвовать в этом тире-рига и сказать, ну, мы, наша задача, там, не знаю, хранение и переработка отходов, а вот, не знаю, сбора отходов, это не наш бизнес, условно говоря. Или это как раз такой вот проект, есть государственное частное партнерство, где вы должны были участвовать? Видите, у нас есть хозяин, это муниципалитет, город Рини. Это, скажем так, не наше желание, это оптимальный момент, когда город Рига через предприятие имеет контроль над этим, над новым предприятием, которое занимается вывозом. Плюс, я бы сказал, еще один момент очень важный, что город Рига, чтобы достичь эти цели, не инвестирует ни одной копейки, ни одного цента, ни одного сантима. То есть, это делает частник. Предприятие Гетлини не инвестирует ничего. Предприятие Гетлини и возможность контролировать процесс, и если мы видим, что инвестиции не делаются, что, скажем так, есть проблемы с вывозом, есть проблемы с переработкой, есть проблемы с сортировкой, мы обращаемся к уважаемым депутатам города Риги, и этот договор разрывается. То есть, функции контроля. Вот я понимаю, что всякие там аналогии хромают, как говорится, но тем не менее. Вот, допустим, не знаю, есть у меня какой-то договор, не знаю, с мобильным оператором определенным. И в какой-то момент мне министр прямо с экрана телевизора говорит о том, что, вы знаете, я знаю, что у вас договор, условно говоря, 15 сентября заканчивается, но я считаю, что вот его надо продлить. И мы его продлеваем, сказал, так сказать, министр. У меня же там написано в бумаге 15 сентября. Вот поясните, я понимаю, что вы не юрист, но вот тем не менее, а что дальше будет происходить? Вот 16 сентября что? Из-за того, что Пуце министр сказал, что договора на вывозы мусора подливается, мусор будет увозиться? Ну, не Пуце, а госпожа Абрама. Да. Ну, министр, я так понимаю, с ней в тесной связке. Видите, тут есть нюанс, на который мне тяжело ответить. Наше законодательство четко определяет, когда есть новый договор, вот этот партнерский... Перестает действовать старый. Перестает старый. Госпожа Абрама в своем решении делает упор на то, что новых не будет, а старые в силе. Вот как этот юридический вопрос решить, я не знаю. Ну, исходя из сказанного вами, то есть те, кто успел перезаключить договоры с Теригой, вы будете их обслуживать, а те, кто нет, значит, будут обслуживаться старыми компаниями? Ну, вот пока такое решение советовать. Я не знаю. Я знаю только одно. Замечательно, да. Я знаю только одно, что мусор из Риги будет вывезен. Да. Скажите, да, пожалуйста, вы упомянули о том, что рижане сами не знают, сколько они платят за вывоз отходов. И сказали, что вот четыре оператора обслуживали, жители столицы, и те, кто заключал договоры давно, цены одни, кто недавно. Цены намного выше. Можете эту разницу приблизительно обозначить? Скажем так, от 8 евро за куб до 15, а новая цена 17. Вы имеете сейчас заключение нового договора. Которая была новая цена, она была 17.30, старые цены были от 8 до 15. Видите, тут мы, конечно, можем говорить о какой-то конкуренции, о каком-то разделении по зонам города Риги. То есть у бюро по конкуренции была идея разделить это на три зоны. Парда угол отдельно и по улице Бриви, либо левая и правая сторона. Но есть один нюанс. Это честно, когда за услугу рижане платят одинаково. Скажем, вода-канализация одинаковая, электричество, тепло. Ну и тут, если мы делим это на зоны, тут получается, те люди, которые живут в Тенгарахске на этой стороне, они, естественно, будут платить меньше, потому что плечо расстояния до Гетлани меньше. Те люди, которые живут в Болдырае или в Этсмолгрависе, будут платить там полтора-два раза больше. С другой стороны, если у нас и честные находятся в Болдырае, ну тогда за воду-канализацию болдырайцы должны платить меньше, чем Тенгарахск. Это неправильно. Я живу в Плявине, с ХЭСа, у меня нет потерь. Я же не плачу меньше, чем надгальский житель, у которого большие потери электричества. Не, ну а одна цена для всех – это, безусловно, хорошо, допустим. Если вот мы сравним по расстоянию до того же полигона, но у Монополии есть свой минус. Допустим, через 5 лет, если фиксированная цена сейчас 17,50, через 5 лет вы скажете, вы знаете, ребята, бензин, инфляция, цены повышаем, дорожный налог увеличился, да, соответственно, это входит в цену, поэтому Аришская дума говорит вам, допустим, нет, почему у нас договор, мы не согласны, а вы скажете, ну тогда мы не будем вывозить мусор. Объясняю. Значит, ситуация следующая. Начальная цена 17,30, и по годам цены определены на 20 лет. Средняя цена на 20 лет – это 21 евро. Есть 3 или 4 фактора, которые влияют на цену, независимость от договора. Правильно сказали, это цена на нефть, ну тут ничего не сделаешь, это биржевые цены. Это та же инфляция, это налоги, повышают ПВН, или Дабас Ресурс Нодок, если ДРН повышается. Вот только эти факторы имеют место быть, чтобы повысить. Ну вот поскольку названные вами факторы, они непрогнозируемые, да, ну вот на 20 лет очень сложно сказать, какова цена, то вы уже приблизительно знаете, вот в течение 20 лет как будет повышаться эта услуга. Ну сколько будет стоить, если сейчас там 17 евро, то через 15 лет, через 10 лет приблизительно это в договоре прописано, или вы будете смотреть ситуацию? Вы знаете, если бы я это знал, я был где-то в десятке Форбса в мире, я не знаю какая будет через месяц, никто этого не знает. Это другими словами, если все заключат договоры, жители Риги, то и соответственно поменяется ситуация, вы можете уже буквально через 2 месяца сказать, наша услуга дорожает. Я не могу это сказать, я беру, не знаю, биржевые цены, мы смотрим, что сейчас, извините, в статуе ли цена уже 2 евро, мы идем в Рижскую думу и только депутаты имеют право повысить или понизить цену. Оно? Депутаты не имеют, это голосование, я объясню, как образуется цена. Большая часть, это примерно половина, это полигон. Полигон цену утверждает регулятор, по формуле, рентабельность 7%, то есть тут довольно все ясно. Остальная часть, вот это перевозчик, вместе со всеми делами, которые он должен делать, сортировка, площадки, 2500 пунктов контейнеров, подземные площадки в Риге, новые машины и так далее. И вот эти цены, они не фиксированы, они зависят от рынка, но утверждает, конечное слово говорит Рижская дума. Да, у нас председатель правления Гатлиния ЭКО Иммонс Стыренс в гостях. Пожалуйста, звоните нам 672 12 939, 672 13 939. Добрый день, слушаю вас, доброе утро, точнее. Доброе утро. Да, пожалуйста. У меня два вопроса, господин Каранцев. Вот я, как частный предприниматель, запросил договор концессии ознакомиться с ним и первые два приложения, то есть какое ценовое именно коммерческие условия этого договора. Я так не получил ответ ни от Тереги, ни от Рижской думы пока что. Это первый вопрос. Почему? Потому что вроде бы как это участвует в самоуправлении, значит вся информация должна быть достаточно открытой. И второй вопрос с точки зрения конкуренции. Как вы думаете, вот если за 20 лет один участник создаст инфраструктуру по Риге, ну так ту, которую требует Рига, то через 20 лет какова вероятность появления нового оператора, который должен будет вкладывать, ну, Тереги заберет, допустим, всю инфраструктуру, а другой должен будет вкладывать. Где тут соразмерность? И как вы думаете, в результате появится ли через 20 лет новый оператор? Я думаю, что нет. Спасибо. Ну, насчет первого вопроса мне тяжело ответить, почему вам не дали информацию. Я уже говорил, что Гетли некого. Мы не занимаемся такой оперативной деятельностью. У нас функция контроля. Но спасибо за вопрос. Я уточню, почему эта информация, договор, концессии вам не дали. Насчет 20 лет. Нет, ну, во-первых, та инфраструктура, которая будет создана, она остается самоправлением. То есть... Никто ее не забирает, да? Ну, видите, скажем, машины за 20 лет там 2-3 раза поменяются, там амортизация и так далее. Но такие фундаментальные инвестиции, которые остаются, это вот та же старая Рига. Мы до сих пор, скажем, бегаем мешками за машинами, потому что некуда поставить контейнеры. Там и визуальные проблемы, и чисто хозяйственные. Вот эта вся инфраструктура, подземные контейнеры. Ну, аюмес это по-русски. Что еще раз? Ну, аюмес. Ну, это... Ну, навесы. Вот. Беседки, да. И основное на 50 тысяч человек места для сортировки. Сортировки, да, площадки для раздельного сбора, для мебели, для... Все остается в своем управлении, их никуда никто не унесет. Еще, наверное, такой вопрос, который может возникнуть, вот, ну, за 20 лет, всякое бывает, да, и даже в себе и до жизни. Вот что касается этого договора, ну, может быть, какая-то компания, не знаю, сменит своих владельцев. Вы, как муниципальное предприятие, будете не удовлетворены, там, не знаю, работой партнеров, еще чего-то. Есть ли какие-то возможности, там, разрыва договора, кроме длительных судебных тяж, когда вообще будет непонятно, кто вывозит мусор? Конечно, ну, во-первых, договор – это очень большой, скажем так, книга, где говорены все нюансы, которые возможно... Десят, наверное, есть, да? Даже больше, да. И независимо от того, какой партнер будет, меняются акционеры, не меняются, условия игры меняться не будет. И что я хочу сказать, что 20 лет – это не просто кто-то выдумал, что это 20 лет. Пи-пи-пи, вот это техническое и экономическое обоснование, оно прошло в Министерство финансов, ЦФЛА, Министерство среды, где искался и была найдена определенная модель, оптимальная модель для жителей, чтобы достичь вот этих целей Евросоюза. Цель Евросоюза – это было бы максимально комфортно для жителей. То есть, я не вижу в этом проблем. Вот, Веронид Иванович... И, знаете, ну вот, не знаю, пусть Абрамас ездила бы тут рядом, я не знаю, только что из Словении. Вернулись 2 миллиона населения. И страна за последние 5 лет стала, скажем, третьей по качеству, по достижениям цели, по мусорному хозяйству. 15, 20, 10 лет. То есть, это концессия, это стандартное решение проблемы. Где самоуправление не вкладывает, государство не вкладывает, вкладывает частник. И чтобы, скажем, отработать те инвестиции и заработать, есть определенное время. Мы можем конкурсировать на 5 лет. Можем разделиться на 10 зон Ригу. Только понимаете, что по-любому одна зона – это монопол. Если мы хочем свободного рынка, ну, тогда каждый дом или каждая квартира имеет право заключать договор с любым оператором. Тогда мы во дворе имеем 150 контейнеров и довольно хорошо себя чувствуем. Да, то есть, хаос будет. Вот тогда хаос будет, но будет свободный. Вы, как коммерсант, сами считаете, что монополия несет риски, ну, допустим, те же депутаты оппозиции? Я считаю, что монополия – это не всегда плохо. Если мы говорим о монополии… Но если нет аналогов предоставления похожей услуги, тогда действительно… Я понимаю, но, скажем так, свободный рынок – это что у нас? Это у нас хорошее качество услуги и низкая цена. Скажем, у нас была «Латва Энерго», у нас была «Латвия из газа», предприятие, которое монополист. Мы это все разделили, чтобы получить оптимальную низкую цену, потому что это все было дорого. Ну и что у нас? Дешевле стало что-то. По газу и по электричеству. Но тогда покупатель не может влиять на того, кто оказывает услугу, если он манипулист. Также это грозит тем, что будет снижаться качество услуги, потому что в данных условиях предприниматель будет думать в том числе и о получении прибыли. Это может блокировать любое развитие компании. Когда вы манипулист, вы более-менее чувствуете себя удобно. Нет, я говорю, чем сейчас, да, чем это грозит по истечению 5-10 лет? Значит, условия игры, я еще раз говорю, оговорены. Заработать он не может больше, чем в договоре. 680 миллионов – это не заработок, это не прибыль, это просто сумма договора, сколько предприятие получит в течение этих лет. Всех лет. Да, и если, скажем, он начинает зарабатывать больше или качество падает, есть самоуправление, есть гет-лини-эко, которое имеет право расторгнуть этот договор. И есть жители, если жители не будут довольны услугой и качеством, они идут в Рижскую думу и договор разрывается. А, такие условия тоже прописаны в этом договоре. Конечно, конечно, но по-другому. Все-таки вернемся к очень важному моменту в свете всех последних решений, заявлений и так далее. Я понимаю, что тяжело гадать на кофейной гуще, но тем не менее, вот вы сказали, что мусор все равно будет вывозиться. Значит, что те компании, которые вот сейчас вывозили по этим старым договорам, если скажут, что ребята, договора продолжают действовать. Они будут готовы, на ваш взгляд, продолжать этим заниматься? Может, я предполагаю, что какая-то из компаний, которая оказалась вне этого конкурса или проиграла тендер, уже, не знаю, сворачивается, вещи собирает условно. Это так, но я долгие годы, скажем так, в этом мусорной отрасли, в мусорном бизнесе, я знаю этих людей, которые работают, я знаю их уровень ответственности, и Рига в мусоре не будет, мусор будет вывезен. Конечно, будут проблемы с оплатами, будут проблемы с маршрутами, потому что, как вы правильно сказали, те предприятия, которые проиграли, я не знаю, в какой мере они сейчас могут выполнять свои обязанности, но ничего чрезвычайного в Риге не будет, я уверен в этом. Вы уже сейчас занимаетесь сортировкой отходов на полигоне, а как это происходит? Я просто видела те залежи мусора, видела, как мусоровоз приезжает, скидывает все в одну яму, как сортировка происходит? Для меня это немыслимо, когда я вижу эту груду всего чего, биологические отходы, какие-то растительные, пластмасса, железо. Да, приходит полный микс, и Гетли не автоматическая сортировка, которая в принципе сортирует по физическим и по, скажем, химическим характеристикам мусора. То есть, все это перемалывается и делится на три части. То, что биодеградирует, гниет, это производство газа, потом производство электричества, тепла, потом производство огурцов, помидоров, любой продукции. Вторая большая часть, это то, что у нас горит, это производство топлива, так называемый РДФ, который можно использовать в отоплении городов. На данный момент, скажем, предприятие ЦАМИКС, производство цемента, покупают это топливо, и он используется, мусор в виде топлива. И, скажем, третья большая часть, это все инертное, камень, стекло, металл, это вторсырье. И есть еще один момент, есть, скажем, виды мусора, которые на данный момент невыгодно перерабатывать. Ну, скажем, оно и не гниет, и не горит, и не строим материал. Тот же детский памперс, который на данный момент технологии переработки еще не так развиты. Что вы с этим делаете материалом? Вот это захороняется. Но, видите, гора мусора... Просто засыпается песком или как это происходит? Ну, там есть технология, это просто вывозится в горы, захороняется, но я говорю, что вот эта куча мусора, это как депозит сырьевой. Когда через 5-10 лет технологии будут развиты до такого уровня, что уже начнет, выгодно будет перерабатывать этот мусор, то он просто будет выкапываться и перерабатываться. Сколько тонн отходов у вас ежегодно? По году. 400 тысяч? 1000 тонн, да. Это не только Рижское самоуправление ближайшей региона, это вы обслуживаете... Да, фактически Гетлине обслуживают больше половины, скажем так, половину всего объема мусора. Если в Латвии производится в год бытового мусора где-то 800 тысяч, то 400 это мы. И это город Рига плюс 21 новот. Края. Да, начиная, не знаю, Атола, Немару, заканчивая, там, тот конец Царникова, Адыжи, Солкраст. Ну, поскольку у нас цели европейские, это там 65% уже в будущем году, да, вернее, перерабатывать отходы. Да, да, да. Вы планируете еще, может быть, взять под свою ответственность вывоз отходов в других городах? Ни в коем случае. Только в... Потому что тут еще одна большая проблема, и, ну, закончится вот этот, скажем так, интересный период, начнется следующий. 16-й год, фактически Гетлине должны были быть закрыты. Потому что... Вообще, да? Ну, да, это проект 98-го года, он рассчитывался до 16-го года. Мы изменили технологию, и есть возможность еще, ну, я думаю, 5-7 лет Гетлине будут жить. А вот через 7 лет это фактически финиш, и тут просто места уже нет. И тут три модели. Или искать новое место для полигона, где-то под Ригой, в чем я очень сомневаюсь, что так просто найти, потому что, ну, люди понимают, если по соседству полигон... Запах соответствующей птицы, животной, да? Конечно. И цена земли можно разделить на 2, на 3. Никто этого не хочет. Ну, второй вариант – это расширение полигона, что тоже проблематично, потому что Гетлине – это фактически... 2 километра от города Риги, это рядом жилые дома, это рядом железная дорога. И третий вариант – это думать, как уменьшать объемы. И тут, я уверен, ничего умнее мы не придумаем, что в мире придумано – это сжигание мусора. Это дает возможность перерабатывать, сжигать и новый, и старый мусор, который сейчас уже в горе, и дает возможность увеличить срок действия или жизнь полигона еще и нашим детям хватит. Но хватает сейчас той территории, ведь известно, что... Семь лет. На данный момент, да. ...что с каждым годом каждый житель производит больше отходов, нежели в предыдущем году. Ну, это, наверное, с повышением общего уровня благосостояния. Чем лучше живем, тем больше выбрасываем. Да, да, да. То есть, соответственно, у вас и количество привезенных тонн с каждым годом увеличивается, а территория остается неизменной. Вот для того, чтобы количество тонн не увеличивалось, вот в том же новом проекте, если сейчас в Риге, не знаю, где-то под тысяча точек сортировки, то в планах было 2,5. И вот я один момент хочу сказать. Люди недовольны тарифом. Не всегда повышение тарифа означает повышение платежа. То есть, вот в этой системе, которая предлагается, тариф, он растет, будет 17,30, но дается возможность человеку сортировать, и вот этот объем мусора, который он сортирует, за это он не платит. То есть, тариф растет, а платеж может даже сокращаться, если есть возможность человека сортировать, бумага, стекло, металл, пластмасса. А будет такая возможность? Конечно, конечно, об этом мы и говорим. То есть, будет соответствующие контейнеры, да? 2,5 отдельных точек вот этих контейнеров, плюс 12 площадок по всей Риге на 50 тысяч человек по евро-нормативам, площадки, где люди могут бесплатно привезти свой большой габарит. Скажите, а продумывается, как в домашних условиях, допустим, вот еще, может быть, даже 10 лет назад, когда я первый раз была в Великобритании, я увидела, что там уже сортируют. Но поскольку там люди живут в апартаментах и в домах, у них на кухне прям огромных три ящика, у кого-то гарден свой, да, и они там сортируют. У некоторых из нас просто по проекту «Маленькие кухни», как люди будут в своем домашнем хозяйстве сортировать, прежде чем выйти на улицу и поместить уже в контейнер отдельно бутылки, пластмассу. То есть, это еще надо подумать о людях, о домашних хозяйствах. Да, в шести квадратных метрах на кухне очень тяжело это сделать. То есть, тут вариант такой, ну, хотя бы два ведра. Одно для биологии, второе для всего остального. Вот, скажем так, пластмасса, бумага. И вот вынося на улицу, вот, значит, ну, биология к биологии, а это расфиксировано. А вы, может быть, производить или продавать специальный контейнер, это общий контейнер? Где есть определенных, там, четыре или три отверстия? Квартире? Да, для квартиры. Для домашнего использования. Ну, если кухня шесть метров, что отдельные ведра, что, в общем, проблемы не решаются. 672-12-939, 672-13-939, несколько минут остаются. Напомню, у нас сегодня в гостях председатель управления Гетлини Эко и Монстеренс. Да, вот здесь наш радиослушатель пишет, или он сам в курсе, или работает, что на Гетлине разрабатывают проект инфраструктуры переработки. И это несколько зданий, и вряд ли это все будет закрыто в 2026 году, тогда бы не вкладывались средства. Так я понимаю. Нет, мы говорим о двух вещах. Да, мы сейчас строим и начинаем строить очень большой проект. Это завод по переработке биологии. Это в районе 40 миллионов, и в 22 году, в январе, он запускается. То есть, если Гетлини строят и построят этот завод, то проблема переработки биологии будет решена, эти нормативы будут достигнуты для всей Латвии. Конечно, я сейчас говорю не о том, что Гетлини закроется, а о том, что не будет где захоронять. И помидоры будем выращивать, и биологию переработать, и сортировать, но захоронение будет ограничено. Вы сказали о том, что если жители Риги останутся недовольны оказанием вами услуг, то они всегда могут расторгнуть эти договоры. Как это будет происходить? То есть, прописано в договоре, это не определенное число подписей необходимо будет, да? Или это может быть частично, либо это сразу распространяется на весь город? То есть, вот эти вот нюансы договора можете пояснить? Я еще раз говорю, не юрист, но если народ и жители не согласны, скажем, недовольны услугой, то через депутатов, через Рижскую Думу, Рижская Дума имеет право в любой момент. То есть, если жалобы будут поступать в Рижскую Думу, да, на предприятие? Да, будут, конечно, разбираться, и заключение договора так и расторжение – это приоритет Думы. Вы не политик, хотя я знаю, что у вас есть и политический опыт, но тем не менее, вот вся вот эта, как это назвать, ну, вот эта свистопляска вокруг вот этой всей истории и Министерства среды и регионального развития подключила Совет по конкуренции, там, не знаю, политики в Сейме, в общем, все-все озабочены этой проблемой, президент даже. Вот с чем это все-таки связано? На ваш взгляд, это все-таки, там, не знаю, недоработка победителей тендера, к примеру, или это вот чистая политика, еще какие-то нюансы, недопонимание между Министерством и Рижской Думой? Как вам кажется? Вы знаете, тут комплексно. Может, до конца не разъяснили населению, что и как, и почему. Ну, вот, ну, и, конечно, это политика, потому что, да, был у меня период, когда я был в активной политике, вот сейчас на свалке, но на свалке чище, чем в политике. Как выясняется, да? Это я могу точно говорить. А если пройдут муниципальные выборы и власть перераспределится в самоуправлении столичном, не может ли получиться так, что вот новая коалиция или новые лидеры расторгнут этот договор? Конечно, может. Но вопрос следующий. Если услуга будет качественной и народ будет доволен услугой, то неважно, какой политик, Сырич, посидит. Ну, вы знаете, не всегда же это влияет. Иногда есть дело принципа, неважно, как происходит. Согласен. Да, нет у вас такого страха? Ну, я не знаю, что будет через два года. Ну, сегодня совет по конкуренции обещает дать пресс-конференцию, на которой вот пояснит все происходящее ситуации с вывозом отхода в Риге, с перезаключением договоров с Теригом. Вы будете присутствовать? Мне интересно будет послушать. А у вас какая-то встреча вообще планируется? Или вообще с госпожой Абрамой? Вы встречались, разговаривали лично? Мы встречались, да, мы встречались и в бюро по конкуренции, мы остались с каждым при своем мнении. Мы встречались на Радио 4, у нас была дискуссия. Ну, у каждого своя позиция. Ну, если каждый остается при своем мнении, как эту ситуацию решать в итоге? Только через суд? Ну, какое вы видите решение? Потому что эта ситуация еще подвешена в воздухе. Что будет после 15 сентября? Вы говорите, вы сами не знаете, но обещаете не завалить нас мусором. Вот это я точно знаю, что основная масса мусора будет вывезена. И я думаю, что мы правовое государство, и без суда этот вопрос не решится. А если говорить о полигоне Гетлиния Ко, то сколько километров, через сколько километров находятся первые жилые дома или людей, и на какое расстояние этот запах доносится? Значит, нет в мире полигонов, которые не пахнут. Ближайший дом – это где-то 100 метров. 100 метров? Да. И как живут эти люди рядом с вами? Мы садзиевуем, это сживаемся. Уживаетесь. Мы понимаем их проблемы. Ну, они появились там раньше, чем вы? Да, вот эта проблема, что полигон появился в 73-м году, ну и в то время как-то мало кто рассуждал, думал о санитарных зонах, о всем остальном, потому что Гетлини для полигона не лучшее место – это болото, это рядом десятки домов, и мы должны довольно большое внимание уделять, чтобы эти люди жили комфортно. Насколько это возможно? Ну, что для этого возможно сделать? Разные моменты по уменьшению запахов, там есть у нас ежедневные перекрытия, месячные перекрытия. Просто 100 метров – это же в поле зрения еще нам. Да, это большая проблема. И эти люди все равно не переезжают? Нет. А по закону, вернее, есть такие нормативные акты сейчас существуют? О том, что вот, не знаю… Да, есть санитарные зоны, ближе к которых… Вот сколько это расстояние достигает? 100 метров тоже. Тоже всего лишь 100 метров? Вы понимаете, ну, это уже не свалка в 70-е, 80-е годы, когда вечный огонь, свалка горит, 500, извините, бомжей там живет и все остальное. Вот в Гетлини интенсивно мы много работаем насчет разъяснения и показываем, как мы работаем, что делаем. У нас в штате три человека, и в год, вот в этом, в прошлом году, 7500 людей – это бесплатные экскурсии, где люди приезжают, начиная от детского сада, заканчивая пенсионерами. В этом году, я думаю, будет еще больше, 9000. В следующем году мы начинаем строить отдельное здание для образования, для изглойтожного сада. Просвещение. Просвещение, да. Потому что один момент, когда мы рассказываем, а другой момент, когда человек видит, как это все происходит. А бездомные еще бывают на свадьбе? Нет, не бывают. Спасибо большое. Подошло к концу наше время. Я напомню, к нам сегодня в гости пришел председатель правления, Гетлини Эко и Монстерин. Спасибо большое, что наше время. Спасибо.